Детское радио представляет И чтоб мирно нам существовать Нужно больше друг о друге знать Нужно больше друг о друге знать Здравствуйте, милая незнакомка! Вы, должно быть, какая-то необыкновенная утка! Вовсе нет! Честно говоря, я немного обижаюсь, когда меня путают с уткой или с гусем. Поэтому не скажу, кто я. Отгадайте сами. Признаюсь без лишних слов. Я великий рыболов, и ныряльщик, и пловец, танцовщица, наконец. А еще я петь умею, и смеяться, и летать. По приметам, я надеюсь, сможете меня узнать. Люди часто и недаром удивляются. Гагарам подумать только. Одна из самых древних птиц на Земле. Это правда. Мы, гагары, гордимся древностью нашего рода. Еще сто миллионов лет назад наши ближайшие предки уже жили на планете. Неудивительно, что наше происхождение окутано тайной. Да, ученые до сих пор спорят о происхождении этих удивительных птиц. Конечно, есть у нас некоторые сходства с другими водоплавающими птицами. Тело напоминает гусиное, а шея, как у утки. Но приглядитесь повнимательнее. Клев у меня не плоский, а острый, как у альста или журавля. К тому же наши крылья и хвост немного короче утиных. Скажу вам по секрету. Это семейная особенность. Ведь наши дальние родственники – пингвины. У них, как вы знаете, крылья совсем крошечные. Поэтому они вовсе не могут подняться в воздух. А гагары летают довольно быстро. Правда, полет их обычно короткий и прямой. Делать резкие повороты и менять скорость полета им не удается. Приходится быстро и резко опускаться на воду, а потом еще долго скользить, пока не удастся остановиться. А чтобы взлететь, мы должны разбежаться по воде. Что ж, летать – не самое любимое наше занятие. И ходить по земле мы тоже не очень хорошо умеем. По суше гагарам приходится практически ползти на брюхи. Зато в воде эти птицы охотно проводят почти все время. Гагары одинаково хорошо чувствуют себя и на поверхности воды, и на глубине. Плывущую птицу нелегко разглядеть. Из воды выглядывает только голова. На плаву мы отдыхаем и даже спим. Иногда бывает, уснешь так крепко, что и не заметишь, как волны вынесут к берегу. В воде гагары находят в себе и пропитание. Рыбу рачков, моллюсков. Ныряя, они могут пробыть под водой до двух минут и проплыть за это время больше ста метров. Наши ноги, как и неуклюжие на земле, под водой превращаются в отличный руль. А короткие крылья работают, как весла. Даже самая быстрая рыба не сбежит. Селятся гагары в основном в холодных северных краях. В тундре и в Сибири по берегам озер можно встретить гнезда гагар. Обычно это просто утоптанные кучи влажного мха и водорослей. Эти гнезда находятся на суше, но на расстоянии не дальше метра от воды. Конечно, ведь яйца высиживать нужно на земле, а в случае опасности можно быстро сползти в воду. Мы даже делаем лазы или тоннели, которые ведут из озера к гнезду. Один для подъема на сушу и один для спуска на воду. Когда в гнезде появляются птенцы, гагары становятся еще более изобретательными. Заметив опасность, они прячут птенцов в густых зарослях, а сами уползают в воду и отплывают подальше от берега. А как же! Осторожность прежде всего. Ведем мы себя при этом довольно шумно. Кричи, машем крыльями, чтобы отвлечь внимание врага от детей. Мы очень привязаны к своим малышам. И семьи у нас крепкие. Если мы один раз находим себе пару, то это навсегда. Эти птицы стали героями многих сказок и легенд из-за своей удивительной преданности друг другу. А еще из-за необычных танцев, которые они устраивают, плавая кругами. Их голоса похожи то на печальный вздох, то на испуганный вскрик, а то и на человеческий смех. А улетая в дальние края, мы кричим ГА-ГА-ГА-РА! А к нам зовут Гагарни.